Здравствуйте! Сегодня речь в нашей программе пойдет о здоровых городах и здоровом туризме. Да-да-да, вы не ослышались, туризм тоже может быть оздоровительным. Отдых в сочетании с лечением, реабилитацией, да еще и с осмотром достопримечательностей местного значения – вполне реальная история. Столица республики давно уже вошла во всемирную сеть здоровых городов, но Чебоксары пошли еще дальше. Здесь решили сформировать систему оздоровительного туризма. Межрегиональная конференция «Здоровый городам. Здоровый туризм» как раз и была посвящена этой очень важной теме. В ней приняли участие представители федеральных министерств, Государственной думы и Общественной палаты России, главы городов, международные и российские эксперты. Три дискуссионные площадки с выездом на различные объекты здравоохранения и туризма работали по принципу – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Одна из дискуссионных площадок – крупнейшие медицинские центры Чебоксар. Именно туда отправились гости, чтобы воочию увидеть и оценить лечебно-оздоровительную инфраструктуру города. Новая поликлиника в микрорайоне «Новый город» – первая в этом списке. Оборудована она, скажем прямо, по последнему слову техники. В каждом кабинете по два компьютера для врача и медсестры, отдельные процедурные, прививочные и смотровые кабинеты. Детское отделение яркое и комфортное. Удобная мебель, игрушки, телевизоры с мультиками. Участники конференции четко осознают, как важно растить здоровое поколение. Еще один плюс в работе медиков отметила представитель Всемирной организации здравоохранения Милета Войнович. Ее очень обрадовал тот факт, что в детской поликлинике разделен поток больных и здоровых детей. Я очень впечатлена, что здесь разделен поток здоровых и больных ребенков. Но при этом преемственность сохранилась, потому что этот самый педиатр, которому ребенок записался, он его смотрит и как больного, и как здорового. Так что абсолютно, первичная медико-санитарная помощь очень важная. Так что если это такое помещение сделано, и что это первое, вы мне показали, что это поликлиника, но я бы это назвала первичная медико-санитарная помощь, это здорово. Так что абсолютно, мне кажется, что город абсолютно здоровый. Город уделяет очень много профилактики и лечению, которое нужно на этих этапах, ранних этапах жизни. В новом городе гостям показали и новую инклюзивную площадку. Таких городков в России не так много. Лестницы, горки, мосты, интерактивные панели и многие другие игровые элементы сделаны таким образом, чтобы у детей с ограничениями по здоровью развивались вестибулярные и слуховые аппараты, улучшалась координация движений и тактильные чувства. Теперь ребята с любыми возможностями могут активно проводить время вместе, совершенствовать свои навыки, развивать силу и ловкость. Очень впечатлила инклюзивная площадка. Я во многих городах России бываю, я такой площадки не видел. Я думаю, что многим российским городам стоит посмотреть ваш опыт и эту площадку тоже внедрять и у себя. Историю оздоровительного лечения и реабилитации взрослых можно показать на примере двух наших клиник – онкологического диспансера и Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Болезнь века в диспансере лечат высокотехнологичными методами. Здесь же разработана своя система реабилитации. За помощью обращаются не только жители Чувашии, но и ближайших регионов. Инновационная система вентиляции помещений, лечебное газоснабжение, видеонаблюдение в операционных – самое современное оборудование. У нас даже если операцию сделал какой-то великий человек, великий хирург, то процесс выхаживания и последующая реабилитация – это большие проблемы. У нас в принципе этих институтов в стране нет. Здесь я вижу, как это все реализуется, и здесь я вижу перспективы в этом. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования – это клиника европейского уровня. Сюда стремятся попасть пациенты со всей страны. Виктор Третьяков около восьми месяцев стоял в очереди на операцию по замене коленного сустава. Дождался. Операция прошла успешно. Это очень здорово. Особенно персонал мне очень понравился. Очень уважительно. Все так здорово. Я нигде такого не видел. Хоть у нас в Мордовии хорошо, но здесь очень хорошо. Аппараты помогают здорово. Сначала очень плохо было. А сейчас все легче, легче, легче. И пошел, пошел. Я надеюсь, в понедельник почти уже сам пойду. Восстанавливает свои позиции и столичная грязелечебница. Здесь отдыхающие получают отдых, оздоровление, реабилитацию, как говорится, три в одном. Это, несомненно, один из главных плюсов санатория, находящегося в черте города. Регион, на мой взгляд, очень перспективный. Удобная транспортная составляющая, помимо железной дороги, авиа, еще есть река. Перспективы, на мой взгляд, на самом деле очень большие. Потому что те медицинские центры, которые мы сегодня посмотрели, там на самом деле потрясающие возможности. И врачи с таким опытом, это на самом деле дорого стоит. У нас есть, конечно, несколько вопросов, на которые стоит обратить внимание. Это все-таки сервис, который нужно подтягивать для более высокого уровня, чтобы иностранные пациенты поехали. В сегодняшний день медицинский туризм набирает обороты не только во всем мире, в нашей стране в частности. Это все происходит особо быстрыми темпами. За полтора последних года количество иностранных туристов, посетивших Россию, увеличилось примерно на 60%. Это внушительная сумма, потому что ни в одной стране мира такого роста глобального пациентов, которые хотят приехать и полечиться в Россию, не наблюдается. Очень радуют успехи республики в продвижении высоких технологий, в уровне медицинской помощи, которая сегодня доступна для населения. Это пример, я думаю, для многих республик. Здесь не только пример, как доступны какие-то медицинские услуги, новое совершенно высокотехнологичное оборудование, но и те принципы, которые внедрены в менеджменты качества, как в вашей республике, так и в нашей республике. Еще одна тема конференции – формирование здоровой городской среды. В качестве образца организаторы показали гостям новый город. Мы видим образец комплексного управления своей территорией, причем развитие новых территорий. И не просто построить дома, и люди живите, когда-нибудь что-нибудь будет. Микрорайон очень интересный, он положительно развивается, и это в пику той самой скандальной точечной застройки, которая присутствовала тоже во всех городах. Нам эта тема очень интересна. У нас даже есть очень похожий район, носит название «Столичный». Он также застраивается на свободной территории, также застраивается комплексно, и там уже появилась школа и детский сад. Но, скажем так, по паркам и скверам и вот таким площадкам он пока еще отстает. Многие, кто впервые приезжает к нам, замечают, что Чебоксары – очень чистый город. Поддержать здоровый баланс в экологии города помогает своевременная утилизация мусора. С появлением в феврале 2015 года мусороперегрузочной станции удалось решить еще одну проблему – сортировки и вторичной переработки ТБО. Сюда привозятся твердокоммунальные отходы от управляющих компаний, юридических лиц, то есть предприятий и организаций 4-5 класса опасности. Крупногабаритные отходы здесь не принимаются. Теперь то, что может пойти на вторичное использование, отбирают, затем продают заинтересованным в этом сырье компания. Мусор, не подходящий для дальнейшей переработки, обрабатывают и прессуют в брикеты с плотностью более 1000 килограммов на кубический метр. Это так называемые хвосты. Их перевозят на специально оборудованные площадки полигона для постоянного складирования. Итог. Столица Чувашия, город Спутник и Чебоксарский район решили серьезную экологическую проблему. Благодаря полигону удалось закрыть пехтулинскую свалку. Но, кстати, опыт нашей республики взяли на вооружение многие регионы. Эта значимость этого проекта достаточно высока. Особенно с точки зрения того, что создание именно в городе Чебоксара для обслуживания именно машин, связанных с уборкой города, позволило сократить количество техники, ну, по крайней мере, не наращивать, и сократить плечо доставки, ТБО, дома, объекты размещения. Соответственно, стоимость услуг для населения в любом случае может быть меньше, чем если бы эти мусоровозы ездили, например, в Новочебоксарск. Именно такую схему работы предприятий и размещения мусороперегрузочной станции именно около образователя отходов – это как раз задумка, в первую очередь, Чебоксарской республики, город Чебоксары. Это по их требованию. Это сейчас подобное внедряется во всех других регионах. Завод – это уже чудо. Потому что нет дыма, нет огня, мусор собирается в одно место. Это уже вы достигли того. Вот супер. Ну, со временем еще будете улучшать, со временем еще будете. Я думаю, что будет лучше. Но этот факт уже, что у вас мусор не выбрасывают, скажем, возле берегов, скажем, не знаю куда, чтобы… Ну, это уже, это достижение уже намного вы достигли. Ну, даже можно с вас пример брать. Большое внимание в Чебоксарах уделяется и созданию так называемых «зеленых зон». Развитие общественных пространств подразумевает поэтапную организацию новых мест отдыха, дальнейшее совершенствование имеющихся «зеленых зон» по предложениям жителей столицы. Вообще местные инициативы власти города стараются поддерживать. Много лет говорили о благоустройстве Волжской набережной. И вот работа завершена. Московская набережная – теперь любимое место отдыха горожан. Набережная – это украшение этого города. Приятно, что наконец-то набережная в городе Чебоксары становится такой, какой она должна быть. Действительно, в предыдущие годы мы приезжали сюда, но это было, наверное, набережной, можно было только называть ее, только потому что она на берегу. Сейчас это действительно объект, где есть пешеходные дорожки, где есть велосипедные дорожки. Мы видим, как проходят здесь соревнования, люди купаются, видим, как благоустраивается вот эта парковая зона рядышком с набережной. То есть все это, конечно, создает очень хорошие условия для людей, и настроение поднимает. Ну, я думаю, что и у руководителей республики, у руководителей города тоже должно быть своего рода хорошее удовлетворение от того, что они делают такие добрые, полезные дела для жителей города Чебоксаров. Знаете, город, на первый взгляд, очень хороший, красивый, компактный. И главное то, что она процветает. Везде эти стройки мы успели уже посмотреть все планы, которые вы хотите осуществлять. Этот маленький город, там, ну, сегодня мы были там, ну, перспективный город, комфортный город. И самое главное, что теплый город. Темой для дискуссии специалистов стал и внутренний туризм. Города на Волге имеют особую прелесть. В них удачно сочетаются провинциальные мотивы и урбанистический дух. В центральной части страны наиболее известным туристическим маршрутом является Золотое кольцо. В ближайшее время свое оригинальное направление появится и на Северо-Западе. Новый туристический проект «Серебряное ожерелье России» соединит в себе самые яркие места региона. Чебоксары тоже должны занять свою нишу, найти свою изюминку. Например, сделать упор на водный туризм. Итоги подвели на круглом столе «Здоровая городская среда», «Лечебно-оздоровительная инфраструктура», «Развитие внутреннего туризма». Каждая как наглядный пример того, чего можно добиться, если ставить перед собой правильные цели. Город Чебоксары за последние годы активно работает в туристическом направлении. И я думаю, что вы поочию убедились и сегодня вам показали те объекты, которые были построены именно за последние годы. Напомним, Чебоксары – второй российский город, который вошел в европейскую сеть Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». Опыт сотрудничества более 10 лет. За это время удалось реализовать ряд совместных проектов, в частности, связанных с профилактикой и борьбой с таким социальным заболеванием, как туберкулез. У вас есть модель, у вас есть возможность, чтобы это тиражировать, не только в Российской Федерации, но и в ней. Главное, считают организаторы конференции, создается некая модель оздоровительного туризма, когда отдых, лечение и реабилитация соединяются в одну систему. По итогам работы каждой площадки был сформирован комплекс предложений и мер. В резолюции нашей конференции я предлагаю записать пункт, рекомендовать органам местного самоуправления выделить в отдельное направление деятельность по созданию условий для развития туризма. Все предложения нашли отражение в главном документе конференции. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Здоровые города», районы и поселки и Ассоциацией городов Повожья. А это – ориентир для дальнейшей плодотворной работы. Чебоксары работают по проекту «Здоровые города» уже много лет. За это время жители изменили свое представление об окружающей среде проживания и собственном здоровье. Мы стали намного активнее, ездим на велосипедах, купаемся в Волге и бассейнах, ходим в тренажерные залы. Находясь в отличной физической форме, мы реже обращаемся к врачам. Это ли не цель программы «Здоровые города», районы и поселки? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин